На трассе Амур неподалеку от поселка имени Тельмана столкнулись два груженных песком китайских самосвалах. Хаву и Шангси пострадал водитель последнего. Раненого медики увезли в больницу до приезда автоинспекторов. Судя по состоянию кабины Шангси, мужчина чудом остался жив. Именно его, по всей видимости, и назовут виновником аварии. Дело в том, что второй участник ДТП в момент столкновения никуда не двигался. Водитель Хаву, ехавший из поселка Преамурского в Хабаровск, припарковал самосвал на автобусной остановке и на несколько минут вышел из машины. Вернувшись, он едва успел забраться в кабину, как тут же последовал сокрушительный удар. Я стоял, я не ехал, да, я только сел в кабину, буквально. Его не видели, что он приближается как-то к вам? Я стоял на остановке, на автобусной остановке. Вот машина стояла. Вот и удар здесь был. Получается, он руль вправо выкрутил, да, зачем-то? Да. Водитель Шангси, так же, как и его оппонент, двигался в сторону Хабаровска. По какой причине автомобилист вывернул руль вправо, в сторону остановки, выяснить пока не удалось. В больницу мужчину увезли в неконтактном состоянии. Удар был настолько мощным, что многотонный хаву развернуло на 90 градусов. Протаранив дорожное ограждение, самосвал замер на обочине. При этом часть песка, который шофер ввез в краевый центр, оказалась на дороге. Частично разгрузился и Шангси, несмотря на то, что кузов был закрыт тентом. Брезент попросту сорвало скреплений. А на улице Тихоокеанской, неподалеку от остановки 38-я школа, столкнулись Honda CR-V и Subaru Forester. Несмотря на минимальные повреждения машин, автомобилисты все же решили дождаться автоинспекторов. Своей вины в ДТП не признавал ни один, ни второй. Оба водителя двигались в одном направлении, в сторону топографического техникума. Шофер Хонды медленно двигался в общем потоке, тогда как его оппонент решил сэкономить время и объехать затор по встречной полосе. Столкновение произошло, когда водитель Subaru попытался перестроиться обратно в свой ряд, чтобы пропустить встречный автомобиль. Шофер Хонды не отрицал. Маневрирующий Forester он видел, но пропускать хитрица не захотел. Без принципа. Я ехал в общем потоке, просто в общем потоке. Этот человек обгонял весь ряд. Там встречка поехала, ему сигналит, моргает. Он начал уходить. Ну как бы наглый немножко, может быть, не знаю. Но я притормозил, а все равно столкновение произошло. На оформлении ДТП также настоял владелец Сирвий в ответ на нападки со стороны оппонента. Он сказал мне, что я виноват, что он обгонял, а я ему не дал. Я виноват. Я ему должен возместить ущерб, тогда мы разойдемся. Ну ради бога, сейчас инспекторы разберутся, кто виноват, кто прав. Инспекторы сочли виновником аварии водителя Субару, выписав лихачу штраф в 500 рублей за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.